Электронный конструктор зоноток. Резисторы и реостаты. Для начала, перед тем как мы начнем с вами изучать понятие резисторов, мы должны с вами познакомиться с такими понятиями как напряжение, сила тока и сопротивление. Для наглядности давайте представим резервуар с водой, расположенный на некоторой высоте. Из резервуара выходит труба. Вода под естественным давлением покидает резервуар через трубу. Давайте условимся, что вода это электрический заряд, высота водяного столба это давление, а скорость потока воды это электрический ток. Таким образом, чем у нас будет больше давления, то есть чем будет больше воды, либо если мы будем сверху чем-то давить, то у нас будет и больше сила тока. Соответственно, мы можем говорить еще и о сопротивлении, если скажем, что за сопротивление в данном случае здесь выступает диаметр трубы. То есть чем у меня меньше диаметр трубы, тем естественно, что больше сопротивление. Чем у меня больше сопротивление, тем ток у нас проходит меньше. Вообще можно выразить эту зависимость следующей формулой. Сила тока равна напряжение, деленное на сопротивление. То есть чем больше у меня напряжение, тем сила тока у меня будет больше. Чем больше у меня будет сопротивление, тем наоборот сила тока у меня будет меньше. Итак, еще раз, у меня есть некоторое напряжение, это давление воды, которое у меня подается через вот этот вот кран. Также сила тока это та вода, которая в принципе проходит через вот эту вот горловину, вот это вот резервуар. А сопротивление это толщина вот этой вот горловины. То есть чем больше сопротивление, чем уже вот эта вот горловина, тем воды будет проходить больше. Ну и переходим к такому понятию, как резистор. Это элемент основного функционального назначения, которого оказывать известное сопротивление электрическому току с целью регулирования тока и напряжения. Чем выше сопротивление резистора, тем меньше ток по нему протекает. В нашем случае резисторы выглядят следующим образом, то есть по сути это вот сами резисторы, которые просто припаяны вот таким вот пластмассовым желтым основанием. Резисторы могут быть на разное количество Ом, то есть иметь разное сопротивление. Итак, давайте с вами рассмотрим основные характеристики резистора. Первая характеристика, наверное, самая главная, это номинальное значение сопротивления или по-другому номинал. Указывается она в Омах, то есть обозначается либо просто пишется Ом, либо используется вот такой вот знак. Также могут употребляться килоомы, один килоом это тысяча Ом, мегаомы и так далее. То есть по сути это величина, номинальное значение сопротивления, это насколько у нас резистор, то есть насколько Ом, как сильно он сопротивляется. Следующая характеристика это допуск, то есть разброс значений сопротивления относительно его номинального значения. Указывается он в процентах, например, если у нас указано, что резистор на 1 килоом, то есть на 1000 Ом и указано, что плюс-минус 10 процентов, это означает, что реальное значение сопротивления может лежать в диапазоне от 900 Ом до 1100 Ом. То есть по сути говорится о том, что при производстве резисторов сопротивление резистора может немного отличаться от номинального значения. Следующая характеристика максимальная рассеиваемая мощность определяет максимально допустимое значение тока, протекающего по резистору. При превышении этой величины резистор может сгореть. То есть данная характеристика говорит о том, сколько через данный резистор вообще в принципе можно пропускать тока, то есть сколько он в принципе выдерживает. Если это значение больше, то резистор настолько перегревается, что не может рассеивать это количество тока, что просто-напросто сгорает. Ну и последняя характеристика это температурный коэффициент сопротивления. Указывает на изменение номинального значения сопротивления при изменении температуры. Вообще очень важный параметр, потому как например температура на поверхности Луны меняется от минус 160 градусов до плюс 120 градусов. Следовательно не каждый резистор можно устанавливать на космический аппарат. То есть чем больше наш температурный коэффициент сопротивления, тем при различных температурных условиях лучше наш резистор себя показывает, то есть не меняет свое сопротивление от номинала. Также давайте с вами рассмотрим последовательное сопротивление и параллельное. Итак, представим, что у нас есть два резистора и мы их соединяем последовательно, то есть один за другим. Соответственно общее сопротивление в этой цепи, в этом участке цепи будет равно сумме сопротивлений двух этих резисторов. То есть допустим, если у меня это будет резистор на 10 Ом и второй будет тоже на 10 Ом, то общее сопротивление будет равно 20 Ом. Давайте представим такую штуку, что у нас как будто бы это труба, а резисторы это засоры в трубах. То есть если у нас протекает электрический ток, он немножко застревает здесь и еще немножко застревает здесь. То есть по сути оба эти два засора, они влияют на прохождение воды, ну или в данном случае электрического тока. Давайте с вами рассмотрим параллельное сопротивление. При параллельном сопротивлении общее сопротивление будет всегда меньше сопротивления любого из резисторов, участвующих в этой цепи. То есть представим, что у нас есть два резистора, каждый по 10 Ом. То есть то же самое, что было в предыдущем примере. И общее сопротивление можно вычитать по следующей форме. То есть в числителе у нас произведение этих сопротивлений, а в знаменателе это у нас сумма этих сопротивлений. То есть допустим, в данном случае это будет 10 умножить на 10, это будет 100 деленное на 10 плюс 10, это 20. И получается 5 Ом. То есть если мы посмотрим, у нас каждый резистор был по 10 Ом, а общее сопротивление стало 5 Ом. То есть в два раза меньше, чем сопротивление данного резистора. Но это потому, что резисторы одинаково величины. В самом деле, если бы они были разные, то конечно бы это было не в два раза, а эта бы цифра была бы другой. Но в любом случае при параллельном сопротивлении общее сопротивление у нас уменьшается. При последовательном сопротивлении наше сопротивление просто складывается, то есть увеличивается.